Записываю по частям, потому что нет памяти. Ну, собственно, части все пронумерованы будут, поэтому я думаю, что без проблем. Немножко память освободила. Что еще хочу рассказать? Скорее всего, что мы с вами есть санитары. Если направленное воздействие идет на конкретных людей, которые вокруг себя наблюдают одно и то же, то есть они используют нас с вами как оружие, то есть они нас называют санитары, а сами нас насилуют. То есть это как бы не расплата, а мы как уже ненужный материал, нас можно уже использовать куда-то там на мясо или на какие-то свои вещи. То есть если мы с вами все одинаково видим, все подвергаемся, не можем понять, почему это идет точечно, вот скорее всего от этого идет, что мы выбраны для того, чтобы сами торопить людей через нас, во всяком случае, как проводники, как точки, через которых можно все это делать. Во всяком случае, вот это как-то более правдоподобно, зачем люди точечно избираются по несколько человек в городе. Так, что они говорили, говорили в игре, что она газом руки моет, поэтому вот такие были фразы, которые запоминают мой мозг. Это было вот в 24. Еле-еле я как выбралась, начала очиститься, принимать ванны, травы, пить все. Все перебрала, все просто. И организм, скорее всего, более-менее самовосстановился. Возможно, что, когда идет подключение, в какой-то момент они очень сильно облучают. Для вот этого всего это им нужно сделать. Они просто вашу всю плоть убивают. Все, чтобы посадить свои, может быть, штампы бактерий, свои вещи, которые нужны для их нужд. Это как бы касаемо моих наблюдений. Так, всю жизнь у меня было сознание того, что у меня что-то не то с телом. То есть почему-то мне всегда так казалось, что мое тело не мое. Что во мне кто-то сидит. Ну и вот, видимо, какое-то ощущение такое было. Касаемо самоубийство, это реально, когда мне становится плохо, или я хочу вспрыгнуть с крыши, или еще что-то, они реально ослабляют свою напасть и немножко сбавляют. Это вот на самом деле есть, но не сами до этого доводят, тут уже никак не будет. Я перечислила все, что происходило. Получается, это все, в том числе, это все было сделано для того, чтобы окислить вашу среду в организме и использовать, собственно, ее для газовой атаки, чтобы вы сами были газовым оружием. Значит, ну сейчас вот, ну элементарно все, что мы уже знаем с вами, что нужно ощелачивать организм всеми возможными способами, уезжать из города. И еще отмечу, кстати, что у меня в мире любви было прописано, что я должна была стать проституткой, после того, как вот это все случилось, меня отравили. Они думали, что я, они реально мне внушали, что я должна быть проституткой. То есть у меня реально были мысли, что мне нужно найти какого-то папика, который будет меня содержать из Москвы, а я, значит, он будет ко мне приезжать. Вот. Ну, грубо говоря, склоняли меня к проституции. То есть это мне было по жизни, видимо, прописано сценарием. Но из-за того, что я не такой человек, сама по себе, оно как-то все вот это не срослось. Так. Еще про болезни немножко недоговорила. Сыпи на руках, на ногах, желудок. Нетипичный у меня был герпес. Я лежала в больнице, вся была в пятнах красных, огромных пятнах. Что они со мной делали, неизвестно. Но причина эта, скорее всего, была не герпес. Герпес уже был... Герпес первого типа. Представляете, красные пятна. То есть это вообще не та, собственно, болезнь. Врач была в шоке. У меня все молодые санитары, все каждый день ходили, смотрели, осматривали, не могли понять, что со мной. Я для них была человек-загадка. Они меня изучали. И когда им в итоге главврач говорила, что со мной герпес первого типа, они были в шоке. Значит, следы царапин остаются в глаза. Глаза мне буквально вот перед подключением у меня сильно очень заболели глаза. Что-то они вот с ними делали. Я даже обращалась в больницу. Но в больнице мне сказали, что с глазами все хорошо. Скорее всего, вот эти датчики были подключены, потому что у меня сильно-сильно болели глаза. Мне казалось, что они очень серые. Значит, постоянно меня всю жизнь молочница мучает. То есть они, женские органы очень сильно. Лицо постоянно неочищенное. То есть сколько бы ты ни чистила, маски, скрабы и всякие врачи и так далее, оно все постоянно засалено. Вот. И на солнце не появлялось. То есть в последнее время вообще, то есть вот это чувство угнетения и внушения, и солнечный свет казалось, что ты выйдешь на солнце, и прямо, что тебя как жарит, что тебя, видимо, после каких-то вот этих облучений на солнце вы уже находиться не можете. Поэтому, собственно, я не особо любила там выезжать куда-то, уезжать всегда больше в тенек. Вот. Ну, возможно, что это у всех вот наблюдения, особенно у людей по этому абсолютно одинаковое наблюдение, что они даже с детства мы не можем вносить железо, вносить в бижутерию, украшения, любые, неважно, золото, серебро, обычная бижутерия, клепки на джинсах, сразу идет дерматит страшнейший. И даже ремень, да, который имеет железную бляшку, всегда будет аллергия на железо, на металл, на любой металл. То есть это было уже конкретное, конкретное радиооблучение, как его назвать еще, психорадиобиооблучение уже какое-то нереальное. Значит, получается, что после 24-х я замкнулась уже, получается, в себе, потому что эту вонючесть я ощущала, и я думала, что просто я отрублю сама людей, и это все вот в общей сложности. Пришлось чиститься, пришлось работать на такой, ну, на дебильной работе. Но в итоге стало легче намного, и плюс еще идет внушение, плюс идет и психоматика, когда мы с психоматикой, ну, более-менее уже ты себя принимаешь, и уже все по-другому, и становится намного легче, и, собственно, вот так происходит в реальном мире. То есть я вам сейчас рассказываю не про игры их, и не это все было в закрытой фазе. Это все было в закрытой фазе. И сталкеры, и про этих сталкеров я не знала, что они сталкеры. Так, и когда, кстати, отравили, они же сами вот эти вот сталкеры, вот про что еще хотела сказать, и почему я закрылась от всех, потому что сами же эти сталкеры, которые мои охранники, как я думала, мои солнышки, они же сами меня и обсуждали. То есть они могли идти сзади, говорят, фу, у нее что-то по-женски, в общем, у нее оттуда воняет, у нее из жопы воняет, у нее она, ну, вот что-то вот могли говорить, вот именно конкретно это были сталкеры. То есть это не были подключенные люди, это именно были вот именно эти самые, то есть у них было это задание, сказать мне какую-то гадость, и сказать про меня какую-то гадость. Ну, в принципе, как проверить организм нереально, когда организм нереально отравлен, просто заходите в автобус или в машину, садитесь, окна потеют все сразу от вас. Вот, если у вас тоже такое происходит, скорее всего, вот вы тоже санитар. Значит, и я немного уже рассказывала про фазу открытую, когда месяц назад меня подключили, а еще, кстати, снимали всю жизнь на видео, скорее всего, были камеры, но в всяком случае, вот в открытой фазе, когда я была, перед этим меня хотели убить в реальной жизни убийцы настоящие, то есть я вызывала полицию, за этот день я вызывала три раза полицию, они уже даже не хотели приезжать, они мне сказали, обратитесь как бы куда-нибудь, потому что меня уже подключили к аудиалке, именно после вот этих настоящих убийц. И я видела у соседа камеру, то есть если его хорошенько-хорошенько расколоть, но кому это надо? Никому не надо, никто в итоге про это не узнает, что соседи, кстати, соседи тоже травят газом, что на одной квартире, что на другой, вот, они вас полностью отрубляют. Значит, и когда вот случилось это все отравление, я закрылась и перестала общаться, у меня был один молодой человек, про молодого человека, значит, ему подключение у него произошло в 2018 или 2017 году, тогда я думала, что он принял, он сидел на наркотиках, я его отправила в психиатрическую больницу, но когда я сейчас прокручиваю слова, которые он кричал, он прямо орал, у него была, ну, истерика, похожая на мою, что ему надо спрыгнуть, что, значит, мама, забери меня обратно, они знают мой номер, они все знают про меня, то есть это было его подключение, тогда я думала, что он стал наркоманом, и я отправила его лечиться на Бану-Гору. После Бану-Горы ему стало легче, и он уже стал для них сталкером, то есть они ему начали внушать про меня, что я шлюха, проститутка, и вообще меня кто только не имел, и все, значит, это с ним происходило, то есть ему про меня эти все вещи говорили, что ему надо выполнять задания, он выполнял, наверное, задания и про других людей, и еще на меня, значит, пару раз он хотел меня убить, то есть я помню, что он хотел задушить меня подушкой, я резко на него набросила, я говорю, что с тобой-то вообще не выменяем, и он говорит, а что, то есть когда они ему так сильно внушают, он даже не понимает, что происходит, накидывался на меня с ножом, и последний раз, когда мы уже с ним сошлись, то есть мы разъезжались, сходились, разъезжались, вот именно из-за этих всех ситуаций, и когда мы последний раз, он накинулся на меня пьяный, ударил, схватил табуретку, он хотел ее реально шевырнуть в меня, ну табуретку успела я как бы выхватить, и он мне говорит, либо прыгай, либо я тебя бить буду, то есть его уже довели до такого состояния нереального, и вот собственно про само подключение, еще хотела добавить, про открытую фразу я сказала в первой части, но все равно хотела бы еще поподробнее рассказать, как оно происходило, значит по поводу подготовки, в квартире снизу, как мне казалось в квартире снизу, может в квартире сбоку, там уже без разницы на самом деле, они, во-первых, подключают очень много микрофонов, чтобы вас лучше слышать, слышать ваш мозг, повторяю, потому что я слышала сама себя, слышали соседи меня, слышали их, вот, и плюс они включают, издеваются над вами, над психоматикой, они порно какие-то ролики, где бабы сильно орут, и что они их имеют, возможно, что это были заказаны проститутки, которые сильно орали, то есть все соседи были в шоке, весь дом был в шоке, и возмущалась почему-то только я, все остальные молчали, то есть понимаете, в городе насколько это все подвязано, и что происходило, и это все продолжают, то есть в час ночи, вот это все посреди ночи могли включить, либо заниматься этим, что слышали все соседи, то есть зачем орать, то есть взрослого, даже если это была бы уже живая какая-то проститутка, я сомневаюсь, то есть либо ее заставляли, либо они реально включали, возможно, записанную вот из их аудио, вот этих вот историй, они включали, что слышал весь дом, то есть люди на улице слышали, даже обращали внимание, ну возможно, я бы сказала, что слышала их только я, но слышал мой молодой человек, и наш сосед, то есть мы до этой ситуации даже смеялись, что они там бедных девушек насилуют, вот, ну как бы, то есть если люди живые, реально это все слышали, то есть это все было в реале, и они вам внушали, то есть чувства, что склоняли вас к сексу, что вам нужно этим заниматься, и, то есть это тоже такая особая психоматика, действия на вас, чтобы вы занимались хоть чем-то, вот, и почаще, вот, и при подключении, зачем-то не использовали аудиалку страшнейшую, использовали фамилию человека, который в нашем городе является главой огромной сети, являлся, почему они это сделали, и вообще непонятно, что он меня выкупал у моего руководителя, то есть один руководитель за два, за три миллиона покупает меня у другого руководителя в час ночи, они всю вот эту историю, то есть это не только аудиалка, то есть это в реальной жизни они сидели подо мной, те, кто сейчас надо мной издеваются, то есть у кого-то может быть псиоперы сидят, у меня сидят вот эти вот придурки, и они, то есть соседи даже их слышали, они бегали к соседям, чтобы подписывать договор о неразглашении, то есть и очень много интересных вещей, но они, конечно, все врали, то есть если я в игре была дочка генерала и министра обороны, они подходили, говорили, а вы знаете кто это, вы знаете, что он за это будет, вот вам надо подписать эти бумаги, вот, реально ли это были директора или не реально, вообще сомневаюсь, конечно, в это я уже, этот вопрос мне хотелось выяснить, потом я уже не стала этим заморачиваться, потому что конкретно, что они хотели добиться, вот это я аудиалкой, либо вот этим издевательством над моей психикой я не понимаю, ну, поплакала, я сошла немножко с ума, пошла к психологу, взяла таблетки, успокоилась, все, то есть, что они хотели этим добиться, но конкретно, когда мой мозг повторяет эту фамилию этого начальника, они все почему-то шугаются и боятся, и начинают обсуждать все между собой, как этот начальник, значит, там участвовал в этом во всем, возможно, что и участвовал, потому что подключение было по жизни, если его фамилия записана в моей голове, что возможно, что ее либо внушили, либо он сам всем занимался, вот, ну и плюс еще говорят, что меня пичкали, когда таблетками изнасилования было в реальной жизни, я этого не помню, но возможно, что это было, правда, ну с условием такой жизни, возможно, что и... ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА